МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу Пульс города в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Символ позора – бассейн и новый с протечками дом. Что думает об этом губернатор области. Первый и главный документ в Дюцровесник состоялась в торжественной церемонии вручения паспортов. Кладбище не свалка. Вопрос о содержании мест захоронения снова на повестке дня. Уже в будущий понедельник наступит календарная зима. Некоторые кандалакшане до сих пор страдают из-за отсутствия отопления. На холодной батарее сейчас в основном жалуются жители шести многоэтажек, расположенных в центре города. Основная причина отсутствия отопления, как было заявлено на заседании ЖКХ, технические проблемы. Их устранением сейчас занимаются теплоэнергетики и представители управляющих компаний. А вот аварийная ситуация, из-за которой несколько домов на Ниве три на пару дней остались без воды, уже ликвидирована. На сегодняшний день у нас без воды находится 51 дом, по Борису А8. По заявлению заместителя директора данной организации, сегодня этот порыв будет устранен, все люди будут с водой. Но я разговаривал с директором, генеральным директором этой компании, Василием Никита Александровичем. Действительно, надо провести расследование данной ситуации, потому что шесть порывов в одну минуту, ну, просто так сами не случаются. У меня крой, но могли бы вы своих представителей направить в эту домичницу? Отсутствие воды и тепла порой не влияет на снижение сумм в квитанциях за коммунальные услуги. А все потому, что горожане до сих пор не торопятся устанавливать приборы учета. Экономить ресурсы вместе с ним и деньги власти раньше просто рекомендовали северянам. С нового года счетчики станут обязательными для всех. Хотя и есть исключения. Мы знаем о том, что у нас 1 января обводятся дополнительные коэффициенты 1 на 1 для техноквартирных домов, где техническая возможность установки приборов учета присутствует. Где приборы учета нельзя ставить соответственно, он должен быть составлен. А есть определенная форма, утвержденная правительством Российской Федерации. Поэтому нам нужно это все закрыть, все дома, чтобы было понимание в расчетных центрах о том, что целесообразно не применять, то есть основание для невозможности применения вот этого дополнительного коэффициента. Еще одно новшество, с которым столкнутся уже в начале будущего года коммунальщики, это учение. Местные власти предлагают проводить регулярные тренировки на жилых объектах, с тем, чтобы проверить, как быстро реагируют специалисты управляющих компаний на внезапно возникшую аварию. Кладбище не свалка, однако многие горожане об этом забывают. И вопрос о содержании мест захоронения грозит превратиться в вечный. Тем не менее, тему, которая беспокоит многих, подняли на очередном заседании депутаты городского совета. К народным избранникам нередко обращаются горожане с жалобами на беспорядок, который можно наблюдать на кладбище. Жалобы на несанкционированные свалки, которые можно наблюдать на кладбище, поступают и в администрацию, и в организацию, которая отвечает за содержание мест захоронений. Меры по уборке и расчистке мусорных завалов принимаются, говорит директор управления коммунальным хозяйством. Но, к сожалению, даже те места, где наводят чистоту, через некоторое время вновь захламляются. В результате технических заданий было с мусора, осуществляется с тех мест, которые установлены для выброса мусора. К сожалению, да, у нас на сегодняшний день на территории кладбища очень много несанкционированных свалок. Данные в технических заданиях и стоимость контракта эти работы не входят. Что касается центральных дорог, да, куда техника может проехать, это убираем. К сожалению, то, что находится на территории кладбища, техника это не убрать, это должно производиться работой, ручным способом, там совсем другая стоимость. На 2015 год мы предложили в бюджет увеличение суммы на содержание кладбища и включили в техническое задание также уборку несанкционированных свалок. Но я хочу обратить внимание, что вынос мусора должен осуществляться в строго определенных местах. В следующем году специалисты администрации пообещали вплотную заняться этой проблемой, хотя есть опасения, что убрать весь мусор не удастся. Ведь многое зависит и от самих жителей района. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомним, вчера в Кандалакшском районе с рабочим визитом весь день находилась губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Свою рабочую поездку в наш муниципалитет она начала с посещения индустриального колледжа. На сегодняшний день это самое крупное учреждение среднего профессионального образования в нашем регионе. Ежегодно из индустриального колледжа, получив нужную и востребованную на рынке труда профессию, выпускается порядка 150 человек. Обучение в Кандалакшском индустриальном колледже осуществляется сейчас по 16 программам среднего профобразования, пять из которых относятся к приоритетным направлениям модернизации и технологического развития страны и Заполярья в частности. Приобретению крепких знаний способствуют не только опытные и высококлассные педагоги, но еще и современное оборудование. Ведь за последние несколько лет в усовершенствовании материально-технической базы колледжа вложены солидные средства. На оборудование учебных классов, специализированных тренажеров и лабораторий из областного бюджета направлено порядка 8 миллионов рублей. Такое внимание против образования совершенно не случайно. Мы вступаем в новую эру, называется это Арктическая эра. Для нашего региона уже по юридическим признакам, мы с вами живем в Арктике, с Майя. Этого года разработана Арктическая стратегия, принята госпрограмма развития Арктической зоны до 20-го года. И все это заставляет нас по-новому вследу оценить себя в нашем регионе в контексте уже требований развития территории Арктической. И безусловно, одной из основных задач, которую мы ставим перед собой, это обеспечить наши новые вызовы развития экономики квалифицированными кадрами. Кадры нужные и востребованные в регионе куются здесь, в Кандалакшском индустриальном колледже. Учреждение ежегодно выпускает около 150 специалистов – электриков, электромонтеров, сварщиков, металлургов, железнодорожников. Как правило, проблем с трудоустройством у бывших студентов нет. Колледж давно и тесно сотрудничает с крупнейшими предприятиями и организациями нашего района. Именно там молодые люди не только проходят практику, но и впоследствии остаются работать. Реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в Мурманской области будет продолжена. Такое заявление в ходе своего визита в наш город сделала глава региона. Накануне Марина Ковтун побывала в домах, не так давно введенных в эксплуатацию. Первым делом губернатор наведалась в новостройку на Новой, где пообщалась с семьей Пархоменко. Квартиру в новом доме на улице Новая семья Пархоменко получила меньше месяца назад. Светлой, просторной, уютной двушкой новоселы более чем довольны. Надежда Пархоменко поблагодарила главу региона за проявленную заботу о земляках и попросила не останавливаться на достигнутом. В Кандалакше еще много домов, требующих расселения. Планомерная работа по реализации программы по переселению граждан из ветхого жилья будет продолжена. Главное, чтобы не подвели подрядчики, потому что за их промахи и ошибки ответ приходится держать властям, местным и региональным. Как, например, в случае с домом 32 на Пронино, о бедах которого мы уже рассказывали в наших программах. Не успев заселиться в трехэтажку, горожане столкнулись с массой коммунальных проблем. Главное, что здесь такие проблемы, это затекание в лоджии. Происходит лоджии с той стороны. Дом построили, хотели получше, чтобы у людей были лучше, не просто как социальное жилье. Но получилось, что не хватило, видимо, понимания, как это сделать. И с мая месяца люди начали жаловаться, вот я санкционально взял переписку, которая у нас есть с сантехниками. К сожалению, трижды они пытались устранить замечания. Трижды у них не получалось. Сейчас на четвертый раз уже пригласили в инженерный центр с города Муринск, для того, чтобы они нам рассказали, как это правильно сделать. У нас в пятницу будет заключение уже, поэтому заключение подрядчик готов отработать. О проблемах дома подрядчику стало известно в мае, но решать их строители начали только в ноябре. Такая нерасторопность, по мнению губернатора, чревата серьезными последствиями. А все свои жалобы люди направляют в власти, оценивают работу власти. Потому как строил подрядчик, строит ваше ООО у вас, правильно? Это частная компания. А люди потом пишут губернатору, президенту, что вот меня обманули, мне дали плохую квартиру, у меня течет. Шов протекает, в квартире села. Ответственность лежит на власти за плохую работу кого угодно. Почему мы не можем с этим мириться и не будем. У нас министр строительства работу потерял из-за большого количества таких случаев. Даже, может быть, не по своей вине. Марина Ковтун также заявила, что будет держать ситуацию с устранением дефектов на ежедневном контроле. Подрядчики пообещали исправить все в кратчайшие сроки. Хорошим стимулом для них должно стать предупреждение региональных властей о создании черного списка. Туда предлагается заносить имена всех недобросовестных строителей. Которым можно смело перечислить тех, кто в свое время взялся, но не довел до ума проект по строительству бассейна. Последний раз кипучую деятельность на этом объекте горожане наблюдали в июле месяце. Сейчас за работу должен взяться новый подрядчик. Контракт с ним Минстрой области подпишет в ближайшие дни. Согласно договору, сдача бассейна намечена на сентябрь 2015 года. Ну вот нам по наследству достался этот долгострой. Давайте все сделаем, чтобы довести до ума все вместе. Чтобы люди не сомневались, что что начинаем, то доделаем. К теме строительства и реализации социально значимых проектов губернатор области вернулась на встречи с депутатами районного совета и главами поселений. Заседание завершилось накануне поздно вечером. О чем еще Марина Ковтун говорила с народными избранниками, расскажем в нашей программе завтра. Как было уже сказано выше, плавательный бассейн планируется открыть в Кандалакше в сентябре будущего года. Однако жители нашего города уже давно не верят в обещания. А потому по инициативе главы региона Марины Ковтун, редакция программы «Пульс города» запускает новый проект под названием «Народный контроль». Давайте вместе следить за ходом работ на долгожданном и столь необходимом нашему городу объекте. Заходите в нашу группу ВКонтакте, она так и называется «Пульс города». Оставляйте свои комментарии, фото и видео. Я гражданин России. Праздник под таким названием прошел сегодня в Дюце Ровесник. Его организовали для юных кандалакшан, которые впервые в своей жизни получают паспорта. Вручение важных документов в торжественной обстановке уже многие годы – одна из добрых традиций ровесника. Паспорт вручается Шмелевой Александре Алексеевне. Выходим, выходим. Аплодисменты. 27 юных кандалакшан сегодня стали полноправными гражданами России. В Дюце Ровесник ребятам вручили первые в их жизни паспорта. По мнению подростков, которые стали обладателем заветной ибовой книжечки, торжественная церемония прибавила им гордости и патриотизма. Я сам был рад поучаствовать. Меня пригласили на торжественное вручение паспорта. И я рад получить гражданство. Я себя буду более уверенно чувствовать наравне с другими. Церемония вручения паспорта гражданина России – этот ответственный и одновременно радостный момент жизни каждого человека с подростками разделили их одноклассники, друзья, мамы и папы. Праздник «Я, гражданин России» – добрая традиция «Дюц Ровесник». Он проводится уже седьмой год подряд. И это все новости на сегодня. Далее рекламный блок и прогноз погоды. Я же с вами на этом прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи.